Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня неделя Азахея. Это последнее воскресенье пред неделями подготовки к Великому посту. Впереди ждет Пасха. Почему же вот это воскресенье, когда последний раз поются обычные песнопения, а следующее воскресенье у нас включаются богослужения и песнопения уже в постной триоде, почему неделя Азахея стоит пред неделями подготовки к Великому посту. И это всегда так. Вспомним вот эту самую притчу, которую мы сможем с вами прочитать в Евангелии от Луки, где Иисус въезжает, входит в Иерихон, крупный город, торговый центр, где, конечно же, есть те люди, которые собирают налоги, пошлины, и которые нелюбимы народом. Иудеи находятся под римским владычеством, и тем более эти самые сборщики податей, налогов, мытари, они еще и предатели. И Закхей не просто рядовой сборщик податей, он начальник. А как сейчас относятся к Федеральной налоговой службе многие из нас, как сейчас относятся к полиции и другим государственным учреждениям? Не стоит даже и говорить об этом. И этот человек, он неравнодушный, но он одинокий, совершенно один. И выбраться из этой ситуации практически невозможно. Доказать обратное другим, каким образом, как подойти к тому же, к тому, чтобы измениться. И вот этот самый Закхей, небольшой человек, маленького роста, узнает, что в город приходит учитель, а Христе слава идет впереди него. Многие знают, что этот учитель принимает к себе еще больше грешников, чем мытари, что здесь может быть надежда. И у Закхея есть желание увидеть его. И несмотря на то, что над ним могут смеяться, его могут унижать, говорить какие-то вещи нехорошие, он даже взбирается на дерево, чтобы увидеть учителя, и Христос говорит ему простые слова, буду сегодня у тебя вечерять, и буду с тобой. И когда они собираются вместе, Закхей на радости говорит, что отдам половину своего имущества и вчетверо воздам тем, кого обидел. причем вчетверо воздать. Это было законом для того, кто ворует. В исходе, в 22 главе, об этом говорится, что если кто украл овцу, то он должен отдать за это четыре овцы. Закхей понимает, что на этой работе, где он находится, он часто бывает неправ и берет лишнее. Но вот удивительно, он готов отдать не все, но половину, и Христос не осуждает его за это, а наоборот говорит, что в этот час, в эту минуту пришло спасение дома сему. Так часто каждый из нас думает, что надо буквально уйти в пустыню, что что-то изменить в собственной жизни. А Христу важны даже такие шаги. Шаги, может быть, для Закхея не очень большие, но шаги навстречу Богу. И еще очень важно, и важный момент в этой притче звучит доверие, важным моментом доверие звучит, что Христос не упрекает Закхея о том, что ж ты, брат, всю жизнь-то проворовался, и ничего не хочешь об этом сказать? Нет. И даже намека на этого нет. И вот смотрите, сегодняшнее чтение о Петре, это о том же намека на то, что ты, Петр, предал меня. Ты виноват. Христос об этом не говорит. Он спрашивает, любишь ли ты меня? И подтверждает достоинство Петра как пастыря. И вот это доверие в том и в этом случае решает многое. Отец Петр Мещеринов говорил о том, что часто наша вера, она грехоцентрична, но не христоцентрична. Что мы постоянно копаемся в своих прегрешениях и не делаем эти шаги навстречу друг другу и самому себе. И это огромная беда для каждого из нас, там, где Бог доверяет каждому. В подтверждение этого доверия я хочу вспомнить слова Феофана Затворника, который говорил, что даже на страшном суде Бог будет изыскивать не то, за что нас осудить, а то, за что нас спасти. И это призыв перед Великим Постом каждого из нас пробовать шагать. Потому что Он нам доверяет гораздо больше, чем мы Ему. Он готов прийти и сотворить с каждым из нас вот эту самую трапезу и не упрекнуть нас за то, что мы даем малое. Может, в данный момент мы это только и можем дать, но для Него это уже много. И в конце я хотел привести один пример. Он не совсем христианский, но здесь человек поступает как настоящий христианин. Я как-то читал историю жизни Томаса Эдисона. Все этого изобретателя знают, помнят, что великий спор существовал о том, кто изобрел лампочку. Помнят, что он участвовал в изобретении телеграфа и вообще патентов, выданных в Северной Америке, ему было около 1093. А в Европе около 3000. И он был очень богатым человеком. Но был период, когда он не был еще изобретателем, а был маленьким мальчиком. И его выгнали из школы. И дали ему на руки письмо, которое он должен был отнести матери. И он это письмо принес. И спросил у матери, что же там написано. Она сказала, что здесь написано, что ваш сын гений, и наша школа просто не может больше учить его, так как нет возможности раскрыть все способности вашего сына. И когда он стал уже богатым человеком и известным изобретателем во всем мире, он разбирал старые письма и наткнулся на это письмо, открыл и проплакал несколько часов подряд, потому что в этом письме было написано другое. Что у вашего сына большая отсталость в учебе, что ваш сын умственно отсталый, что мы не можем такого человека обучать в нашей школе. У нас нет средств для того, чтобы сделать его человеком. И вот мама Эдисона сделала много для него, потому что доверяла своему сыну и его возможностям. Так и Бог каждому из нас доверяет гораздо больше, чем мы думаем. И это призыв к каждому из нас на дни Великого Поста попробовать сделать какой-то шаг навстречу ему или от чего-то избавиться. Попробовать. Ведь не только нашими силами этот путь мы проходим, но и в большей степени силами того, кто с нами во все дни до скончания века. Аминь. Спасибо.